Более десятка учреждений здравоохранения Новосибирской области прибыли на ярмарку вакансий в Искитимский филиал Новосибирского медицинского колледжа. У каждого из представителей стояла задача рассказать о плюсах своей больницы, чтобы привлечь свежие кадры. Нехватка специалистов среднего звена остро ощущается во многих сферах медицинского обслуживания. В этом году Искитимский филиал Новосибирского медицинского колледжа выпускает 108 человек. Большая часть выпускников оканчивает курс сестринского дела. Пока в Искитиме, но, думаю, на четвертом курсе, чтобы выбрать место работы, думаю, в мешалкино проходить. У студентов скоро начинается государственная практика, затем выпускное, трудоустройство. Несмотря на то, что времени на раздумье остается все меньше, многие ребята до сих пор не определились, где хотят работать. У многих еще реально нет представления о том, куда пойти работать. А вот задают вопросы такие ребята, что вы нам поможете определиться, куда пойти. Вот поэтому мы думаем, что нам надо проводить такие встречи. К студентам приехали представители 13 медицинских учреждений. Спрос на специалистов среднего звена широкий. От узких профильных отделений до больших государственных структур. В Искитимском районе неукомплектовано 13 ФАПов. Не хватает медсестер. Прямо сейчас главный врач из Китимской горбольницы мог бы трудоустроить около 25 человек. Будущим выпускникам он рассказывает о мерах поддержки сельских специалистов. По земскому фельдшеру, да, здесь человек, который устраивается на ФАП, то во врачебную амбулаторию, в участковую больницу получают 750 тысяч рублей, если заключают контракт на 5 лет. В городе таких программ нет. Нуждаются в специалистах отделения скорой помощи, поликлиники и стационары. И, как отметил Владимир Новиков по указу президента, сейчас средний медперсонал будет получать примерно одинаковую зарплату, независимо от территории, на которой работает.